здравствуйте добро пожаловать в тулу я сегодня свой второй домашний матч во втором же туре российской суперлиги проводит белогорье такой вот календарь получается за команды которые на пятой позиции сеется в этой системе бергера достаточно удобный первых двух туров команды нижней части прошлогодней турнирной таблицы мы понимаем что может все меняться за мисс сезонью но в данном случае диспозиция не сильно изменилась для гостей белогорье самотлор какой-то масштабной что ли селекции если говорить о громких именах не провел самотлор как-то исторически очень неуступчив перед белгородцами и придется потрудиться сегодня возможно чтобы лишний раз в этом убедиться хозяева площадке пока не уступают 35 вот на старте этого мая видишь мужская суперлига ну как ни крути такая вершина условный этой пирамиды судейской конечно у нас равенство три гендерная и мужская и женская лига самоценны каждая по-своему но как правило все таки вот женский турнир такой ступенька своеобразных мужском и является скорости побольше динамика немножко другая так что здесь все это достаточно понятно ну собственно на площадке 13 номер сергей костров из академии казани второй команды блокирующий алексей землянков болгарии играл честно говоря я в таком волейболисте даже раньше и не слышал причем тут нет таких совсем юных что ли дебютантов нет нет до фамилии знакомые мелькали я говорил там фразу начали перебору запустить карьеру на многих отношениях это большое значение имело джан зарабатывает с очко на блоке и похоже это первое очко его в россии хорошо работает у бригады белгородских статистиков и у джана первое очко именно блоком заработано при том что у него уже три атаки было к этому моменту тетюхин его коллега памплуа который сегодня именинник у него день рождения 23 года исполняется павлу наверно тоже праздничное настроение у капитана постарается его поддержать и партнеры по команде нарисованные на бумаге шестерка появится реальным образом на площадке но здесь еще и подребинкин хорошие расстановки на подачу умеет этот игрок и держать подачу и атаковать здорово но порошин прекрасно взаимодействует георгием заполотник вот тот охотно откликается даже понимая что передачи будет может быть без нужного темпа все-таки сложновато по росту там обрабатывать мяч ибо гривень гости самого опытного игрока самотвора но сейчас чем-то вроде бы должен помочь но для этого хоть какой-то прием надо иметь джан знакомиться с реалиями российского волейбола три передачи за одну атаку посмотрел порожник где заболотников попробовал взлет за головой и там блокирующий ждал он тоже наверное этот взгляд уловил так что через дырбинкин здорово на блоке работает самотвор если по чтению эпизода брать все время сблокирующий поднимаются подачи ну пока тяжеловато взгляд выглядит но мы не должны чудес какие-то требовать и вновь подача любит китайского доигровщика справляется он прекрасно и под атаку его коллеги помпло павла тетючка 5 процентов там на блоке успел себя проявить так что мы его уже выделяли хорошая съем от белогоря потихоньку налаживается и прием и станислав маслеев вспоминает что он в последний сезон очень часто появлялся на подачи за белогория и было бы все это очень тревожно если бы конечно не счет в матче да тут можно действительно на адаптацию много списать и вот это атака уже наверное из-за зря на тех которые во первых ждут белгороди который наверное если с точки зрения передачи смотреть ждет сам джан 1 0 25 17 первой партии хозу хозяин трижды атаковал дважды с ошибками и в итоге был заменен надеется наверно на поплите его сейчас хотя может быть как прямой айс этой не будет фиксироваться тут нюансы есть статистики могут рассказать как они оценивают такие эпизоды 2 белогория новую находит ударную расстановку теперь на подачи заболотников исключать ничего нельзя еще позволяет может быть это и допустимо вот сейчас пока 66 очень быстро 3 очка у белогория преимущество исчезла и пока не дошла очередь все-таки до атаки расстановки тетюхина в этой снятся белогорию так и не удавалось главное волейбольный язык чтобы на нем уверенно разговаривался с приемом получше продолжает его добросовестно достаточно груди здесь у кого касание сетки у блокирующих 14 14 ну вот совсем забыли мы про атаки заболотника вот 7 из 8 это цифры начала сета часто его на площадке нет но я смотрю на результативность команды на кого сейчас порушено опереться бы имело смысл проверяет бдительность выше всего в прием кострова тому впрочем помог аксютин забить не удалось и за с темпом и разрывом мяч получает ну тут еще на блоке против него сергей багрей при всех его достоинства конечно опытнейший игрок разница в росте 14 сантиметров что надо таких ситуациях но и этого не успел а вот здесь был уже тройной блок добросовестно белогородцы отрабатывают скажем так впрок определенные вещи явно что тот же костров который первое очко набрал пока еще ничем не заслужил такого с одной стороны внимательно 3-0 это победа окажется пока белогоре достаточно уверенно по этому пути идет джан не удается забить но это самотверженность защите там кулыгин вот то что не подолчилось у него от подребинки надо защищаться от джана он это делает но решает просто сегодня джан вот это уже похоже и благодарит вам порожено за хорошую передачу 25 19 белогория уверенно берет и второй сет 2-0 победа во второй партии одержала команда белогория михаил штыблов помимо ожидаемого что ли дебюта джана есть возможность познакомиться с этим молодым центральным и это все-таки начало партии и это матч который нельзя сказать неважным абсолютно с турнирной точки зрения потому что гладкий чемпионат все очки естественно учитываются и только-только все начинается вот сам опытный в этой четверки зашедших игроков как ни крути это и по возрасту вообще он наверное мира романа брагина самый старший в составе белогорича сначала игры на площадке 2 диагональную белогория то есть получается ну по сути за исключением связующего резервный состав сейчас масли и сколько там касаний вроде все по правилам в рамках одного блока так несколько соударений допускается не проходит первый степп уж ты блога под рябинки на одном блоке от защищался багрей классно но без атаки по-прежнему его команда еще один фрибол низковато да и так и задней линии да и близко к сетке у галимова только была возможность сохранить мяч какой длинный эпизод не очень аккуратные передачи было здесь нет атаки конечно не будет но сохранить мяч белгородцам удалось кому пасовать за голову масли хороший вариант точнее единственно возможный нашел больше никого на передней линии не было а под рябинкин он как раз нужную зону мяч заслал тот сложный мяч атаковал это точно не стало простой для него задачей я пару лет вернуть своего воспитанника он и до сих пор совсем молодой парень 18 лет ему только в этом году и все у него конечно впереди повторюсь хоть он и пришел в команду получается в этом году это воспитанник белогория и находится в аренде в казани очень низа увернули есть там и молодые совсем талантливые ребята так что в этом отношении какая-то преемственность будет безусловно у белогория тут важно поделиться а если точнее ну хотя бы должным образом одного из этих игроков развить хорошее смягчение есть подстраховка пасовать правда не успеет тут чек низов поэтому ничего сложного пришлось вновь связующему играть защите решился на атаку масли в принципе когда связующий играет мяч есть у него время его обрабатывать мы привыкли что пытается передач на заднюю линию который может на подачи этот матч и завершить было смягчение кабелка будет в атаке и второе очко становится последним его в этом матче 25 20 вот сегодня белогория множественные задачи не знаю ставились ли они все александра волкова по ходу игры возникали так что так или иначе все решено дебют дебютов мы увидели огромное количество что-то там перед своим болельщиком что-то в своей команде что-то вообще суперлиги какие-то на первые впечатления составили впрочем будут экзаменаторы посерьезней и эти впечатления будут опять же для кого-то из годами в том числе меняться но на сегодня у нас все с вами был владимир стецко всего доброго а